Пубертат увидел мир! Будем ехать сегодня всю ночь, чтобы показать как это изначально, в каком состоянии они должны быть и как они сохранились. Такой сегодня будет у нас науч-популяр фильм. О, что было? Какие у нас там? Места будут очень интересные, очень достойные, там будут и макеты и полный идеальный сохран стопроцентный. Я думаю ребята заценят. Интересно очень, будешь ремонтировать? Покажем, расскажем, научим, все будет. Воспитаем. Понимаешь, и сами нас сегодня будут воспитывать в науч-фильме. С вами Бона. С вами Котофей. И Супер Сус, вы на канале Супер Сус и мы летим в секретный бункер. Фирменный мерч от Супер Суса. Ссылка в описании под видео. Все друзья, заправили полный бак, ехать нам даже больше чем 500 километров, так что запаситесь терпением, сейчас по дороге где-то покушаем может. Или что, или может не будем вообще с машины выходить? Ну и мы набрали жрачки, чтобы на сутки нам хотел. Не, ну кофе будем заезжать, пить где-то. А, ты хочешь с комфортом? Конечно, а что я сюда сел? А, вот так вот. Запела курочка, да? Ну все, запасайтесь терпением, в дольную дорогу едем и что, где-то под утро будем уже на базе? Да, под утро с завтрашнего дня наверное. Да еще же не факт, что мы залезем туда. В чем, в чем прелесть всех экспедиций, что ты едешь за тысячу километров и не знаешь, что тебя ждет. Это здесь, в Киеве, если что не так, от ворот по ворот, сразу можно переиграть что-то, пересмотреть свои планы. А тут если окажется, что мы не сможем зайти, то уже все, гоплык. Ну я думаю, у нас все получится. Я даю 95% на успех. Друзья, третий час дороги нашей идет, решили подкрепиться немного подсолнухами. На, будешь? Давай. Это это, это пинамбур. Для сил. На, Тима, съешь кусочек. Это хорошо, и жажда утоляет, и еду утоляет, и не кидай на пол. Обманиваешь меня. Это ревень. Короче, ребята, едем уже третий час. Где-то мы сейчас, где-то, короче, под суммами, по-моему, или под этим, под Запорожьем где-то. Едем, едем, едем. Сейчас солнышко спадет, и будет нормально хоть чуть-чуть. Сейчас остынем. Вот так, что ты выплевываешь его? Я тебя зачем сорвал? Чтоб ты выплевывал? Хуйкин. Давай. Друзья, наше путешествие подошло к Республике Бобрык. Это уже почти Днепропетровская область начинается. Сейчас Запорожская заканчивается. Республика Бобрык. 20 километров до Запорожья еще. А дальше будет Днепропетровск. Едем. Жара неимоверная. Машин нету. Олени, лости ходят. Короче, красота. Ништяк. Продолжаем движение наше по трассе. Кайфуем. А где лимонад я не помню. А, ну покрёп, емал, ну бону! Мы встретили быка, у нас поломалась машина, и дальше, скорее всего, мы путешествуем и продолжим на корове. Мы нажали, мы нажали. Вымя тупое, не хочет. Корова вонючая, я... Корова! Что, берем ее с собой? Тогда я в багажник положил бы, съели бы и... YJ, white Porsche, white race, white horse. Ну что, ребята, приехали в Простоквашинский район, город Днепропетровск. Все, сейчас будем лезть, готово. Сейчас одеваем обмундирование, набираем еды на сутки и грузимся в секретный бункер. Что все, почти пришли были? Ну да, вот так. Все, ребятки, ждите нового как бы видео, а мы полезли. Ого! Давай, давай, аккуратно. Возьми куда-то, посмотрите. А там еще камеры видно, да? Здесь уже вышат. Мы, если что за дыма потеряемся, да? Все, да. Все чисто, лезь. Проход открыт. Это, чуваки, аварийный выход из бомбоубежища. Мы пролезли, зашли, все открыто, все четко. Винни-пух, Сусанин-пух. Кожух не пролазит. Сука, шапка, шапка с головы слезала. Шубу здесь оставь. Ого, какие скобы классные. Котофей, ныряй! Что сказать? Котофей справишься? Да, я думаю. Не нарушаем технику безопасности. Не, ни в коем случае. Серьезно, идет. Ни в коем случае. Серьезно, Котофей еще вечен. А ты ж не был, да, в этом месте? Я вам хочу сказать, в каком релизе сегодня хотим снять видео. Сегодня хотим снять видео в сайте научфильм. В большинстве. Вы много писали в комментариях, что снимите побольше истории, больше всего. Хотим сегодня показать, как работает настоящий, живой, действующий бункер военный, в котором люди должны были укрываться, гражданской обороны и, собственно, вообще холодной войны. Проехали почти тысячу километров, чтобы вам это показать, потому что в Киеве уже этого нету всего. Ну, сейчас посмотрим, короче, зайдем. Что там так? Спускайся, давай. Господин Котофей в чубитках в рабочих. Приветствую вас, товарищ. Здравствуйте. Вот так люди спускались, эвакуации. Что, господин Котофей, добро пожаловать в бобоубежище. Сейчас будем изучать это местно, и нам очень интересно от вас, как от эксперта, получить профессиональную оценку данной коммуникации. Получим, и дадим, и дадим, и все получат. И раз дадим, и все получат по своим заслугам. Котофей же известен как большой знаток гражданской обороны. Нет, то там, то врут. Короче, вы технический мастер по всем техническим вещам советским. Ну все, пацаки, мы проникли в бобоубежище, он аварийный выход остался наверху. Я не знаю, какая высота, напишите в комментариях, но метров пятьдесят не меньше. А мы ныряем внутрь Бону, нас дождался Бону. Эй, короче, ого, ничего себе, сотри. Вау! Пирнай! Оп, 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 оп. Иисус, объясни, что такое аварийный выход и почему вход в убежище настолько некомфортно сделан? Ну, во-первых, потому что должен был произойти... Для чего построен аварийный выход? Он должен быть маленьким, чтобы его точно не завалили. Он находится на большом отдалении от здания. Если здание обвалится, чтобы люди могли выйти из укрытия наверх, через винтоголовок, через завакулационный выход, через который мы, собственно, и попадаем чаще всего в эти бункера. Почему такой длинный? Потому что он на отдалении от здания находится. То есть и бабушки, и дедушки, и маленькие дети, в случае чего будут ползти по такому тоннелю? Ну, я открою страшную тайну, но когда происходит час с, то про инвалидов и бабушек забывают. Есть такое правило написано. А кого, в первую очередь, заводят? Ну, кого, крепких? Молодых, перспективных. Вообще, если бы это уже пошло, но я ещё дальше ещё вам расскажу. Самые продуктивные, работоспособные единицы населения. Если вы обратите внимание, хотя бы хоть чуть-чуть, про наше бомбоубежище, плакаты, все эти штуки. Вот ещё раз, там если внимательно смотреть, то есть на заводе работало порядка десяти тысяч людей. В смену, ну пускай три тысячи. Убежище рассчитано, ну максимум на пятьсот человек. Куда остальные, спрашивается? На х**. Укрывайтесь в складках местности. То бишь, забирали самые хорошие умы, самые разумные, самые умные. Остальные не нужны были населению. Ага. Всё, ну покажем тогда... Само бомбоубежище. Само бомбоубежище. Заходи. Ого. Прошёл. Что, добро пожаловать, господа. Закрывай дверцатки, чтобы не дуло. А это маленькая гермофорточка, которая закрывается, аварийный выход. А, написано, аварийный лаз. Поверни вот здесь. Сейчас мы всё расскажем вам. Мастер закрыт. Всё, вра не пройдёт. Я хотел снять куртку, но потом вспомнил, что здесь достаточно прохладно. А чтобы вы поняли, в убежище где-то постоянно плюс двенадцать-пятнадцать градусов. Потому что, когда на улице жара, здесь очень комфортно находиться. Почему мы их так любим? Ещё один из факторов. Угу. А, ну покрёп, ебану, бону! Друзья, я вас поздравляю, мы попали в этот законсервированный бункер. Первый этап прошёл успешно. Всё, мы внутри. Теперь можем спокойно, беспрепятственно гулять. И мы сейчас вам расскажем, как устроено ядерное бомбоубежище. Ага. Так, Бон Иката Феевич, внимание. Вы будете моими сегодня проводниками. Раз. Два. Будете мне рассказывать, как устроено бомбоубежище и сдавать экзамен на прочность. Итак, я бы хотел бы, ну, себе в первую очередь много всего знать, потому что вы в этом профи. И нашим телезрителям рассказать. Вообще, зачем, что и почему, как для обычного человека, который не понимает в этом ничего. То есть мы вывезли, грубо говоря, в подвал. Какие-то трубы, вентиляция, белая. Почему она белая, а не жёлтая? Это всё, как бы, ну, вкратце рассказать и показать я сегодня хотел. Просто вот научный фильм хотел сегодня сделать такой классный. Чуваки, я вам сейчас сразу сделаю маленькую ремарку, друзья, зрители. Всё, что вы сейчас увидите, это уникальное место. В Украине таких осталось единицы. Мы специально поехали на большое отдаление от Киева, потому что в столице таких мест уже нет. Они просто-напросто все разворованы. Мы находимся на периферии, так сказать, в конспиративной точке. И это исключение из правил. Это изюминка вообще, что такое место осталось и сохранилось. Это капсула Советского Союза, наглядно, которая нам показывает, как было тогда. И сейчас на её примере я вам всё покажем и расскажем. Так или нет? Скажи. Конечно. Быстро. Итак, начнём. Где тут вход в здание? Основной вход в бомбоубежище? Их несколько? Главное начнем с него. Ну давай. Идёмте. И всё так идеально окажется. Ну ладно. Короче, две взрывозащитные гермо двери. Видите, они выпукли. Это специально для взрыва. Чтобы взрыв, если пошёл, то вся дверь принял на себя удар. Закрываются гермозатворы. Тручку вверх эту поднимить, чтобы уже никто не мог сюда идти. Всё. Дверь загерметизировалась. Мы находимся в бункере. В полноценном бункере. Снимаем шляпу. Вешаем сюда. Мы как эвакуацию, эвакуирующиеся. У нас паника. Мы бежим. Мы хотим жрать. Мы хотим курить. Мы хотим женщин. Но мы не знаем куда бежать. Котофей, а вы какую должность занимаете? Я этот вот инженер. Главный инженер этого сооружения. По гражданской обороне? Да. Очень интересно. Всё. Мы сейчас всё расскажем, покажем. Всё будет нормально. А тут кто-то набожный. Смотри сколько. И целый иконостас. Тут есть такое понятие, как начальник бомбоубежища. Самый главный чувак. То есть мы сначала зашли, отметились. Ну и на поклон к начальству, естественно. Он чуть дальше находится. Итак, мы находимся в кабинете начальника. Самый главный кабинет. Здесь сидел дядь Капузатый. И командовал всем городом. Сверху война. Сверху происходит безобразие. А у нас тут, короче, спокойствие женщины. Закрутки солёные. Пацаки, кто знает, вот у меня такой вопрос. Да. Сколько времени можно находиться в бомбоубежище? Потому что бытует такой предрассудок, что люди тут должны были жить месяцами. До трёх суток. Вообще стандарт полторы сутки здесь сидят. До трёх суток люди могут здесь пересидеть. То есть полностью на автономном содержании? Ну да, бутербродики покушать. То есть, Пацаки, чтобы вы понимали, бомбоубежище это полностью изолированная капсула от внешнего мира. Сверху щита идёт ядерная атака, а мы трое суток сидим здесь, кушаем, дышим и абсолютно комфортно себя чувствуем. Ну да, ништяк. У нас тут хорошо. Как-то в бункере не страшно. По барабану. Котофей комфортно тебе в бункере? Конечно, у нас же тут всё есть, всё нам нужно. Ты бывал раньше в бомбоубежищах? Конечно, бывали. Но таких, как эта, нет. У нас это только очень мало. Но уникальное уже. Таких больше не будет. Что-что? Интересно, противогазы относительно современные здесь были. Какие-то модели есть интересные? Ну... О, в натуре ГПС. О, замотаны в картоночку. Ого, смотри, какая штучка. 15, ты прикинь. Ты посмотри. Противоказ ГП-5. 21 сентября 2015 года. У нас? Конечно нет. Всё, к труду и обороне готов. Гражданская оборона СССР. Для каждого из нас. Ну и вообще, да. Если погода тебе попить хочется. Так, тихо, перестань. О, пацаны, схема убежища. Очень классная вещь. Можно ориентироваться. А мы где сейчас? Мы сейчас находимся, получается, вот здесь. О, пацаки, зацените. Мы, получается, залезли через аварийный лаз. Вот, там подписан аварийный лаз. Попали в большой зал. Всё правильно. Сейчас мы находимся здесь. Это кабинеты. И тут ещё один вход. Ага. Вот это всё класс большой. Учебный. Там проходят учения по гражданской обороне. Посмотрим. Там макеты разного рода. Лежачих 139, сидячих 556. Итого почти 700 человек. То есть это убежище на... 750 человек. 750 человек, считаем. Опа, батя Котофей. Что там? Считывали наш этот, вот, главный, так сказать, энергоузел нашего убежища. Да. Всё. Котофей, как считаешь, такие места нужно сохранять? Или, наоборот, поскорее уничтожать и забывать? Да нет, конечно. Это же наше единственное спасение во время чрезвычайной ситуации. Больше мест для того, чтобы прятаться у нас нет. В квартирах мы не спрячемся своих, если мы на это сооружение, так сказать, положим. Дом наш не спасёт. Нас спасёт только наш второй дом, который должен стать для нас спасением. Это наш второй дом, а для кого-то и первый. Бункер. Криминалитет. Котофей, слышишь, скажи, пожалуйста, наше сегодняшнее посещение данного места, оно как-то связано с нарушением закона? Ни в коем случае. Всё официально. Открыли, зашли, посмотрели, всё закрыли, все довольны, всем хорошо. Отсюда то, что мы лезли под камерами, под забором и шепотом говорили, это как называется? Это часть плана, так надо. Это часть программы. Это часть программы. Пошли дальше смотреть, классно. Трансформатор вот стоит сверху, который питает и почти. Вот, тут всё поддерживается. Все всё знают. А я... Что за безобразие? Ну неподобство совершенно. Это вообще, это возмутительно. Серьёзно, серьёзно. Возмутительно. Возмутительно. Товарищи, товарищи, соблюдайте спокойствие. Да. Вот это да. Вон видите, там в зеркале Сусанина у нас есть. Мы сегодня с вами на канале Суперсус. Нас вот, мы попали в такой, в бункер, мы во времени перенеслись. Оттуда, оттуда зашли из зеркала сюда. И это у нас тут как бы, мы перенеслись назад во время холодной войны. Вот. И сейчас мы тут покажем вам, что тут как у нас было. Вот. А потом мы обратно туда выйдем и всё. Пойдём на улицу, закроем, да. И всё будет. Всё прекрасно. Серьёзно. Вот так-то. Что там видно? Всё в порядке. Всё в порядке. Что тебе в убежищах больше всего нравится? Убежище? Тут всё нравится. Ты что, такой объект? Ого. Тут одно удовольствие только ходить, уже находиться здесь. Я вам скажу ещё, мы когда с Усаней начинали лазить в 2005-2006 году, таких мест в Киеве были десятки. Сейчас в Киеве такого, ну, практически нет. Ну, нема такого в Киеве, нема. Поехали, блин, за 100 тысяч километров. Ого, а что это за макет игрушек? Это железное? Ну, конечно. Железное. Слышишь? Что железное? Это, типа, техника спасательная какая-то? Это, скорее всего, то, что завод выпускал, который сверху. А сверху завод? Ну, конечно. Это техника, которую делалось в мирное время на этом заводе. Проискиватели всякие скорой помощи делали, такие автобусники делали. Это автобусный завод, скорее всего, был. Слышь, Бон, а это на 700 человек место. А какое самое большое вот убежище ты видел? Я видел, по-моему, на 5000 человек или что-то такое. А самая маленькая на сколько? Самая маленькая на одного или двух человек. Реально видел? Да, есть такое. На кого это такого? Это половина комнаты. Примерно от 2 на 3 метра. Ого, смотрите, пацаны. Железная, советская. Если бы мне подарили такое в 7 лет, я бы был самым счастливым ребенком в мире. Смотри, ё-о-о. Вот это да, прикинь. В натуре делал завод, да, над нами? Ну да, машинный завод, скорее всего, какой-то. То есть, что, слышишь правильно, Боно, я не ошибусь, что самые классные, самые большие бомбоубежища делались именно под фабриками, под заводами. Потому что, в первую очередь, для страны важно было спасти пролетариев. То есть, мы сейчас находимся под предприятием, под некоторым, мы не будем его называть. Это именно заводское бомбоубежище. Можно так сказать, да. Сохранившееся практически на 100%. На 99,9%. То есть, это все с Советского Союза здесь? Да, здесь запах, вот я могу описать, похож как у моей бабушки в квартире. То есть, не в плохом смысле, а именно в хорошем, именно вот этой ностальгии. Ты приходишь, ты понимаешь, что 20 лет назад ты приходил, вот был такой запах. И что ты придешь сейчас, он не меняется. Вот такой именно, не то, что в плохом смысле старый. Это как метро. Да, вот ностальгический, я бы сказал. Государство, как гарант права на защиту жизни и здоровья населения от последствий чрезвычайных ситуаций создает систему гражданской обороны. Для чего оно нужно? А это что, маск-халат? Маск-халат, дальше мы видим на экранах, это, короче, убежище также служит скрыванием от стихийных бедствий. То бишь, всякие болезни. Чума, чума, чума и прочие, прочие, прочие бактерии, видишь? Всякий карантин, то, что сейчас происходит. То, видишь, как правильно, вот, все нужно заворачивать, видишь, пакетики. То бишь, то, что сейчас, собственно, происходит, мыть теплой водой, мух, ни в коем случае не допускать. Крысы, лисицы, все переносят бешенство. Одеваешься маскировочный халат, как и сейчас все в транспорте, видишь? А у тебя такие же, какие есть галочки? Нет, у меня тухлые мои. Тухлые, ты что? Сейчас я посмотрел, блядь. Ну ладно. На eBay купил? Конечно, на барахолке, лучший наш этот самый, точка наша, на которой мы и отовариваемся все. А ты, Котофей, тоже фанат барахолки? Конечно, каждые выходные я хожу на барахолку. В качестве покупателя? И покупаю, что попало. То есть сказать, помогаю людям деньгами, потому что людям надо, чтобы кто-то помогал. Мы имеем возможность, можем чуть помочь. А ты видел наши влоги с барахолки? Ну конечно, мы даже с Усанином еще до того, как начали снимать влоги пару раз, собственно торговали, продавали там. Да. А, ну если будет желание, можем что-то совместное сделать. Вот. На барахолочке, хочешь? Можно будет как-нибудь. Как в той истории, что подходит, спрашивают к продавщице какой-то бабки. Он говорит, а вот вы знаете, что опять хотят снести ваш этот рынок? Ага. Говорит, зачем? Тут так хорошо. Пусть люди работают. Тут приедешь, купишь, что попало. Так и мы все, пришли, купили, что попало. Помогли людям деньгами. Всем хорошо. Знаете, что очередная петиция про то, чтобы снести этот рынок? Зачем? Пусть люди работают. Тут так хорошо приедешь, купишь, что попало. Друзья, если вы хотите увидеть видео с Котофеичем на барахолке, напишите в комментариях, пожалуйста. И поставьте лайк. А ты Котофеич пойдешь? Пойдем. Ну все, напишите лайк, напишите комментарий. Обязательно про Котофеича. Хотите ли его увидеть? Мы совместно серию сняли. Где-то еще найдем старые фотки, может быть, в довлоговские времена. Посмотрели недавно на стрелы. А, ну если у тебя не есть, вон потом Сталин их, так сказать. Что бонус, что мы видим дальше? Советская жертва? Ну это тоже часть антуража, скажем так. Это еще советские консервы, вот пожилая скумбрия 70-го года. Сколько или что? Ей 54 года уже получается. Это реально рыба? Да. А сколько у нее срок годности? Ну я думаю не меньше 100 лет. А что это делает в бомбоубежище? Ну как, здесь есть какой-то запас консервов должен быть. Это чтобы люди кушали? Это типа мясо натуральное, натуре. Думаю это типа свинина, тушенка. Я думаю, если ты не вздулась. Смотри, консервы мясные. А что это бонус делает в убежище? Вообще это как бы образцы продуктов питания. Здесь как бы экспонат, стенд небольшой. Это типа показывает то, что люди должны были кушать в убежище? Ну да, да. То есть здесь люди допустим полтора дня или два дня должны провести. Но примитивное какое-то типа жачка есть. И пивка бутылочка есть. Немножко консервочки. Ну так, чтобы люди чуть не скучали, можно и пивка стаканчик выпить. Ты как к это пивку относишься? Можно, можно пить пивко. Потому что, как говорил один умный человек, лучше выпить литр пива, чем не выпить литр пива. Потому иногда можно. Но не переходить границы. Не-не-не, это ни в коем случае. Мы против этого. Макинтош. Да. Опа. Колоночки работают. Тихо. То есть тут современный какой-то человек сидит за компьютером. Ну да, вот дед у него тут, не знаю, развлечения какие-то присутствуют. Компьютер. Не уверен, что есть интернет, но музыка какая-то играет. Прикинь, тут бы делать стрим. Конечно. Тут можно взрывать все. Гранаты настоящие, и никто этого не услышит. Ну да, ну да. Пацаны, зацените, кто помнит такую штуку. Это бобинный магнитофон. Я в детстве на таком слушал сказки. Три толстяка, бременские музыканты и же с ними. Да, это мечта была. Ты что? Это ой-ой-ой. Это да. Это дарили только на юбилей, на похороны и на свадьбу. Потому что было страшно, дефицитно. И берегли, хранили. Только по праздникам доставали и пылинки сдували. Потому что это ж... Это ой. Это считалось. Короче, ретро, ретро, ретро. Смотри, колбаски. Смотри, колбаски, колбаски. Колбаска. Колбаска, смотри. Колбаска. Колбаска. О, слушай, подожди. Я не снял еще. Я хочу зрителям показать. Смотрите, какая тут подсветка. Заправка советского автомобиля. И смотрите, советские автобусы. Ого. Ого. Блять. Пацаны, тупо... Ну, я не знаю, сплошной кусок... Ээээ... Или алюминий, или я не знаю, что. Он тяжеленный. Потрогай какой. Это гипс. Очень тяжелый. Один весит килограмма четыре. Классно. Смотрите, телефон сталинский. Классно. Вот это да! Место просто на пятерку с плюсом. Я такого не видел давным-давным-давным-давно. Смотри, смотри. Это изображена... Это, походу, изображена полевая кухня. Как люди должны двигаться в случае ЧП. О, я так понял. Место эвакуации. Куда людей эвакуируют. Ты тогда видишь, кухни стоят, готовят. Вон, звено-звено-звено. Помнишь? Прикинь, смотри. А, и вот тренировки. Люди реально учились это делать. Смотри, собирались, тренировались. Ааа, гусей, гус! Опа! Это что такое? Это радиостанция переносная. Ёлы-палы. А как она работала? Что нужно? Ооо, смотри, Радюха. Радеечка родимая. Она же весит килограмм сорок. Да, её надо было носить на спине, как рюкзак. Это советский мобильный телефон. Одевается это устройство. Покажи, у него шлейки сзади. Да, вот. Шлейки удобные? Ну так, как сказать. Вот так одну. И всё. Советский связист. Вот так вот надо. И вот так 40 километров, 50, и так через поля, через леса. И плавали с ними. И плавали, и всё. И вот так вот несёшь её. От неё ещё обычно торчит антенна. И она что-то там принимает. Идёт в наушниках радист вместе с ней. И, собственно, так вот. Как думаешь, Илон Маск использует такие в своей ракете «Фалькон денег»? Конечно. Если бы не изобрели эту радиостанцию, то Илон Маск не изобрёл бы свою ракету и никуда бы не полетел. Ну всё взаимосвязано. То есть, думаешь, правильно Камрад сказал, что Тесла ворованная и всё, псевдооткрытие американцев, эти вонючие тринадцатые айфоны, всё это стоит на платформе советской науки? Ну, конечно, всё стоит. Много чего, так точно. Но всё взаимосвязано. Всё по цепочку. Все люди, вся цивилизация развивалась все вместе. Если бы они не взаимодействовали, в итоге ничего бы не получилось. Не всё, конечно, но много чего было бездарно, совершенно украдено. Цинично при том. Кем у кого? Ну, всех у всех. Все друг у друга крали. Все друг у друга крали. Да, поэтому… Ты сам как к воровству относишься? Не-не-не. Скажи, пожалуйста, будем сегодня что-то выносить отсюда или ограничимся только созерцанием? Нет, мы получим только эстетическое удовольствие от нахождения в данном месте. Но поскольку оно уникальное, то мы отсюда ничего сегодня… Вот это правильно я тебя воспитал. Я знал, что ты никогда не вырастешь говном, а вы не вырастешь нормальным пацаном. Пацанюра, нормальный, покушанный, тупо пацан, именно наш человек. О, даже я понимаю, пацан растёт. Матюгальник. Что мы тут видим, Боно? Ну, тактические карты местности. Вот, предполагаемые цели, которым может быть нанесён ядерный удар. Соответственно, пути эвакуации, населённые пункты. Куда рабочих, куда крестьян, соответственно, куда работников завода и так далее. Куда дебилов в яму. И в речку. То есть не все же, я ещё раз повторю, что не все сюда влезли бы. Кто-то за город уехал, кто-то, те, кто работают на заводах, они... Там и осталось работать. Что значит? Ну, не горит. Асбест там пропитанный? Ну, да, вот же с 3 асбеста. Посмотрите, пацаны. Ну, возьми перчатку, потрогай рукой. Посмотри, дядя, там тебе не жарко. Алло, или это тётя? Тётя. Губы накрашены, глазки голубые. Сейчас и дядя такой может быть. Ноздри тоже, помада изнутри прокрашена. Что это такое? Возьми рукой тут потрогать. Тяжёлая? Твёртая, конечно, видишь, на руках остается. Друзья, вы на канале Суперсуш, не переключайтесь, мы находимся в настоящем бомбоубежище. А ты находишься? Это ей плохо уже. Эээ, пацаны, я не могу понять, это мужчина или женщина? Да, маленькая, на, на, отдыхайте без противогаза, на, на. Асбестовый костюм, то есть в нём можно... Можно входить в пламя? Ну да, в огонь можно зайти. И сколько времени можно в пламени стоять? Ну, сутки. А для чего этот костюм взял на туре? Ну, пожарный костюм, этот вот, ток называется, теплоотражающий костюм. У нас на корабле такие были, когда я там служил. Так, но уже сейчас не актуально, сейчас появились новые костюмы, из новых тканей, они более устойчивые. Это просто брезент, пропитанный серебрянкой, с уриком серебряным. Вот, и он какое-то время, он может защитить от прямого воздействия инфракрасного, ну, теплового излучения от огня, от жара, собственно. Но он такой, ну, сейчас уже намного совершеннее придумывает костюмы, это старый он. Я, в целом, хотел сказать, что это уголок просто посвящен весь пожарной безопасности. А, ну да, вот тут огнетушители, да. Всякие штуки, рукавицы, видишь, всякие помпы, мотопомпы. Ого, смотри, какая блемба. На аккумуляторах тоже? Да, вот здесь аккумуляторы. А тут находится как раз макет защитного сооружения, то есть бомбоубежища. Вот здесь, что самое интересное, нарисован аварийный выход. То есть заходили мы вот сюда, вот открывали решеточку, спускались сюда. Здесь находилась гермофорточка, ну и вот, собственно, само защитное сооружение. А мы сейчас где? Ну, где-то вот здесь. Ага. Вот дела. Прикинь. Конечно же, кто-то делал вот это все, клеил вот эти вот полочки, лампочки, вот эти все, это ж работа. Прикинь, это все неизбежно закатают в асфальт. Смотри, прикольно. Ну, мы будем надеяться, что оно сохранится, потому что все-таки это надо знать. Смотри, стой, 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 стой. Мы видим здание, обычное здание, да? Да. Чик, 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 чик. Норка, видишь? Да. Опа. А там бункерок под зданием. Под зданием бункеры, там лазят диггеры. Чик, чик, чик. Ступенечки, да, смотри, штучки. Подверки. А это, это какое-то учебное убежище или как? Учебное? Да, здесь проводили как раз вот все эти уроки гражданской обороны на нативных вот моделях. Показывали вот буквально на пальцах все виды устройства, да, чтобы люди могли все это изучить. Вау, смотри, костюмы химзащиты. Мы в таких в дренажку ходили, если помните. Да, Катю одевали в такой. А тут образцы противогазов. Очень интересные модели есть. Это для ныряния? Для ныряния, да. Прямо туда запихивают. Чик, видишь, тут рука даже такая. Чтоб щупать ребеночка. Да. Коляска защитная детская. Козыга. Рукавичка специальная. Ага. Чтоб дохода, да. Понял, рукавичкой той его трогать. Чтоб он там себя нормально чухал. Тут в стекловушке смотрел, куда он едет. Смотрите, пацаки, костюмы химзащиты. Вот мы в них лазили в дренажки. Черный, зеленый, да. А у тебя какой бонус? У меня Аладдин был вот такой. Самый лучший, да? Я таких штуков и не видел всяких, ты видишь? Смотри, учили даже школьников. Девочка с бантами маленькая одевает маску. Как сделать примитивную маску из подручных средств? Что сейчас тоже очень актуально. Так что совки знали, что почему. Класс, да-да, ничего себе места, прикинь. Оба-на, оба-на, мы ебали кабана. Оба-на, оба-на. Что это такое? Это дозиметры индивидуальные. Сейчас уже эти все дозиметры в мобильных телефонах существуют. Раньше дозиметры выглядел вот так вот. Каждая копочка под каждую штучку. Вот здесь вот. Помнишь, как мы в Припять ездили? Нам на карманчик давали такие дозиметры, современные. Смотри, хлыщет, хлыщет. Нашел в холодильнике уже лимонад, да? Ням-ням. Все классно. Все видно. Там шкала действия, ты носишь два часа на себе, потом смотришь внутрь, и там вот посмотри глазиком, там сколько ты накопил радиации, в полосочках показывает. Сколько сейчас оно? Сколько? Сейчас не светло, да? Короче, 0,20 рентген уже набрали. В бомбаре? Ну да, это все зараженные АМЗ. Боба, в бомбаре есть радиация? Конечно. Я когда-то здесь был с дозиметром, да, она есть, здесь даже были радиоактивные источники, ну, для поверки дозиметров. Вот, но сейчас их отсюда убрали. Здесь, ну, максимум радончика чуть-чуть. Говорят, радоновые ванны полезные. Ну, он же находится под землей и не вентилируется. А-а-а. И радон, как тяжелый газ, он скапливается здесь. Ты серьезно или шутишь? Не, ну, это серьезно, но это невредит для здоровья. Некоторые люди ездят и платят деньги за радоновые ванны. Прикольно. Мы в безопасности сейчас? Ну да, да, в безопасности. Я с тобой, какая может быть опасность? Что? Радиацию прогонишь. Ну, палкой как дампа радиации. Пошло, пошло отсюда. Не, позже. Что мы тут имеем? Склад имущества Гражданской обороны. Ого! Ты что?! Наклейки или как они называются? Это повязки наручные. Вот это вот повязка. Она распределяется по должностям. Вот, например, что у нас тут написано? Помощник председателя Экокомиссии Схема Что это за карта Тут же могут быть секретные схемы Конечно Таким образом Привязывалась повязка Наручная и так всем по должностям Раздавались вот такие вот Так сказать личные обозначения А ты участвовал вообще сам в учениях У нас были и у нас проводили эти учения Еще в школе даже Но это все заканчивалось на уровне того Тоже в школе учился Противогаз доставали Объясняли как его правильно одевать Как им пользоваться На этом все заканчивалось Больше нам никто ничего не рассказывал А что для тебя самое интересное В этой комнате Тут все интересное Тут все это что-то для чего-то нужно Тут ничего так просто не лежит Тут все вот фильтра для противогаза Тут у нас какие-то ящики Тут радиостанции какие-то Вот тут у нас Это кинопроектор Украина Тут у нас медицинское лежит У нас все приладье Вот это румпоры Без батареек? Ну да скорее всего Они бы уже сгнили давно за столько веков Ну такое Хозяйственные нужды Все то что нужно для организации А то что за костюмы детские? Это костюмы Которые Это по-моему вообще-то женская форма Это Котофео Что ты испытываешь Когда в таких местах оказываешься? Оргазм или нет? Ну конечно Все Это восхищение Это же все классно Это же наши Остатки древних Более развитых цивилизаций Вот у нас все Тут все Люди знали К чему-то готовились Ну И все Они тут все делали Собирали У них были Защитные все средства Все Чтобы в случае аварийной ситуации Оперативно приступить К ликвидациям Последствий аварии Все Чтобы сделать на благо Людей Своих Сограждан Ага И Сейчас приятно Это все Видеть Конечно Прикоснуться К истории Живой Вот Вот так Да? Да Сери какие Как скинхеды С металлическими Набалдажниками А зачем это? На борту работать Вот эти вот штуки Очень хорошо Отрезают пальцы Когда на них Все-таки В итоге падает Что-то тяжелое Носок Очень хорошо Сплющивается И Ну если не отрезает Пальцы То в худшем случае Они остаются Зажатыми Им Вот там Внутри Короче Ребята Это имущество Собственностового Завода Бункера И гражданской обороны Всего имущества Которое здесь Должно быть То бишь Люди Которые заходили В убежище И учения Наверху Происходили Отсюда Убрали Каски Одежду Противогазы Военные приборы Химической разведки Это имущество Гражданской обороны Вот Такая штука А что тут самая Материальная ценность Есть какая-то? Да никакой нет Труд Его в безопасном Руке держать? Подожди Дозиметр бета Это такие реально Использовали в Припяти На ликвидации Ну да Замеряли Вот это Я не знаю Судяной Судяной Что ты уже подворишь Что ты там Что ты там Что ты там Дивишься Не выкручивай болты Оттуда Так Это феич Давай скажем Пару людям Что Потом будешь Крутить свои болты Говорим Говорим Друзья Мы в бомбаре Рыщем Свищем Лазим Тут Вы посмотрите Сколько всего Сколько всего Классного Этого всего Через год Уже Не будет Не будет Великие Дозиметры Старинные Вау Этого всего Уже через год Не будет А мы снимаем Настоящую серию Для вас Так что не переключайтесь Самый интересный Влог Из самого Целого Бундера Во всем СССР Правильно Назад Прошлое Назад Прошлое Вернуться Цель Сегодняшнего Визита Инфекцион Орг Ну что друзья Мы Для вас Проехали За 3-9 земель Заперлись К черту На рога Чтобы показать Вам Собственно Величие Вот Все Все то Что Нажито Было Непосильным Трудом Все Пишите Ваше мнение В комментариях Подписывайтесь На канал Ставьте лайки И мы Будем Дальше Стараться Показывать Вам Интересные Локации Сколько Сможем Да друзья Снимаем Для вас И стараемся Для вас Сделали За вас Классный Бункер Офигенный Будет Классная Серия Так что Не переключайтесь Оставайтесь С нами Дальше 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 Пойдет Короче Друзья Мы вам покажем Одно из самых важных Мест Вообще Бомбоубежища То Что и обеспечивает Безопасность Нахождения Людей Под землей Систему Вентиляции Которая Позволяет Находиться Здесь Дышать В то время Когда сверху Разверстывается Ядерная Война Это у нас Вентиляционная Камера То бишь Легкие Бомбоубежища Бункера На лайкона Ну и собственно Происходит Вентиляция Ну вон Вентиляция работает Все ребята Покидаем Бункер Уходим Короче друзья Перелетел в забор И побежал Ну короче Убежали чудом Там была камера Видеонаблюдения Она нас спалила Вышли охранники Ну по-быстрому Отпетляли Ну кроме шуток Серьезно Короче нормально Не поймали Три часа ночи Мы стоим просто В жилом дворе Непонятно где Сейчас быстро Подведем итоги И попетляем Классный влог В любом случае Уже будет Съездили Спасибо ребята Что смотрите Ставьте колокольчики Лайки Подписывайтесь на Бона Подписывайтесь на Котофеича Дергайте его за галстук Вам хорошего настроения И позитива Для вас стараемся Все Пацаны Соединили В одном влоге Бону и Котофея Пригласили в гости Такая классная коллаборация Спасибо что досмотрели Видео до конца Напишите в комментариях Как вам понравилось Что еще интересного Придумать И мы обязательно Все оформим В лучшем виде Все будет Как надо Поедем Расскажем Покажем Все будет или нет Конечно Все будет Конечно Все ништяк Салют Фирменный мерч От Супер Суса Ссылка в описании Под видео